близких, и то есть, когда тебя считают просто, ну скажем, негодяем, просто-напросто, и то есть с тобой никто не хочет знаться. Ты не в камере одиночки, ты со всеми, но морально ты... Да, 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 совершенно верно. Ну что, что может произойти с человеком, вот, который сидит полтора года в одиночке? Вы знаете, когда меня закрыли туда, это они так считали, то есть, оперчасть, которые именно боролись всегда со мной, там, именно с такими людьми, вот, кто вел такой образ жизни, они хотели, как бы, знаешь, этим сломать, потому что остаться одному, остаться одному, это действительно очень, это страшно, да, и когда ты знаешь, к тому же, что сколько ты там будешь, это ты об этом даже не знаешь, может, там два года будешь, может, три года будешь, то есть, я сейчас не говорю, что там есть закон определенный, там, как содержать, и так далее, и тому подобное, потому что на нас они не распространялись, то есть, как они считали нужным, так и поступали. И всегда было понимание того, что не знаешь, что будет завтра, то есть, ну, могут, к примеру, зайти и сбить, или там еще что-то сделать, ну, то есть, можно было все ожидать, только плохое, ничего хорошего. И вы знаете, я вообще, вот один момент, я вообще, вот я говорил за Бога, что всегда на первом плане у нас был Бог. И вот, когда я остался один, первое, что я сделал, это, у меня это даже получилось как-то непроизвольно. Естественно. Да, просто естественно. Я просто обратился к Иисусу. И сказал ему, я говорю, Иисус, ты видишь, где я? И ты видишь мое сердце, что я делаю, как я делаю, ты видишь это, и я тебя прошу, помоги, дай мне силы. Дай мне силы, ты видишь, как они издеваются. Просто я тебя прошу, дай мне силы. Саша, он дал мне силы, он дал мне силы, и мало того, я каждый день с ним общался, с Иисусом. Я ходил по камере и разговаривал, я общался с ним, задавал вопросы, и внутри я получал ответы. И у нас такие дискуссии были, может, кому-то сейчас, если кто слушает эту передачу, может, это странно покажется. Но это именно я утверждаю, я заявляю, я отвечаю за свои слова, что именно так это все было. Бог доступен, к Нему нетрудно достучаться, ибо Он недалеко от каждого из нас. Нам не нужно записываться на аудиенцию на несколько месяцев вперед или ожидать очереди. Толстые стены камер-одиночек не были препятствием для Бога, которого ожидали, в котором нуждались, имя которого коммунисты хотели аннулировать навсегда. Тюремная администрация социалистического строя хотела сломать дух, уничтожить всякую надежду, сделать из человека зомби. Но связь с Богом, невидимая для жестоких судей, давала силу выживать, надеяться, верить в то, что так, как сейчас, будет не всегда. И стены лагерей, которые, казалось бы, должны держать человека под невероятным прессом, были бессильны. Свобода, глядя беспристрастно, тогда лишь делается нужной, когда внутри меня пространство обширней камеры наружной. Мы все разные. Каждый человек по-своему воспринимает жизнь, смерть, окружающих. И уж если нет идентичных отпечатков пальцев, насколько разнится сознание людей. Но Бог понимает всех. Он ценит уникальность каждого живущего и никогда не игнорирует приходящих к нему. Я общался и получал ответы внутри, он мне задавал вопросы, я ему отвечал. Также я задавал вопросы, и он мне отвечал. Вы понимаете? И это очень большая тема, у нас даже передачи не хватит. Я в углу увидел паука, паук, паук. И вы знаете, я сначала, я когда увидел, я обрадовался. Обрадовался тому, что живое существо. Это правда. Ну, конечно. Просто, что живое существо. Я просто поймал, муху кинул. И муха улетела. И за это я тоже разговаривал. Тоже разговаривал именно с Иисусом. И он мне задавал вопрос, почему я его не тронул. Я ему ответил, почему. Почему я ему муху кинул. И почему, говорит, она улетела. Он мне задал вопрос, говорит, почему, говорит, она улетела. И я так задумался. И действительно, я задумался, думаю, почему муха улетела. Она карабкалась там, а потом улетела. Ну, я подумал, я говорю, ну, естественно, жить хочет. И улетела за счет своих крыльев. Ну, суть то, что он мне сказал, что и ты точно так же. Не бойся, я с тобой. И этот паук тебя. Да, и вы знаете, это ж я разговаривал. А там коридорный, который караулит. Я там на отшибе был, там у меня соседей не было. Именно специально отдельно был. То есть не было других камер, то есть в тупике. И я когда разговаривал, я вслух говорил. А там коридорный всегда там, они записывают, как себя ведет, там, что, чего, там, зачем, почему. И в оперчасть они докладывают каждый день. Ну, естественно, доложили, что я разговариваю. А чего они вообще требовали? Вы же уже... Чтобы сломать человека, чтобы... В смысле сломать? Ну, стать негодяем, так скажем. Ну, что нужно для этого делать? Придать самого себя. То есть, ну... Работать на них? Да, да, можно так грубо сказать, да. Именно работать на них и делать то, что они будут говорить. То есть практически, как я понимаю, сидеть в этой камере зависело от вас. Конечно, да, конечно. Я мог в любой день сказать, все, короче, это... Я буду там, типа, ну, с вами там и так далее, там, сотрудничать или еще там, как они это называют. Стоило это в любой день сказать. Понимаете, и все, меня сразу бы вывели. И предоставили бы самые лучшие условия и так далее и тому подобное. Понимаете, в чем дело, Саша? За что вы тогда сидели там? Опять же, за понятия? Ну, конечно, да, именно за это. Они, когда мне начали задавать вопросы, как ты это... Ну, я говорю, да ничего, нормально. Ну, и в оконцовке я... Он мне прямо в глаза смотрит и хочет понять, насколько я там, как бы... Хватит ли духа, сила воли. Я говорю, ну, ну, давай, читай, что ты прочитал в глазах. И в оконцовке... Говорит, с кем ты там разговариваешь? Я сначала... Я так думал, ну, сказать, не сказать. Потом думаю, надо сказать, пусть знают. Говорит, с кем, говорит, разговоришь? Я говорю, с Богом. Они так раз друг на друга посмотрели. Я говорю, и больше я вам скажу. Будете меня два года держать, три года, будете десять лет держать. Ничего у вас не получится. Я говорю, потому что мне Бог поможет. Международное служение «Угол» — источник питания для твоего духа. Миллионы людей в десятках стран мира имеют возможность смотреть программы студии «Угол». Ежегодно распространяется более 100 тысяч кассет в большинстве стран СНГ, а также в странах Европы, Кореи, Канаде, Австралии и США. Мы служим славянскому народу словом от Бога. Используя все средства массовой информации. Наша цель — войти в каждый дом, потому что Божья цель — войти в каждое сердце. Наш адрес в интернете.